Крупнейшая международная промышленная выставка Иннопром 2015 проходит в Екатеринбург-экспо. Буквально два дня назад сюда приезжал Дмитрий Анатольевич Медведев, подписывая важные документы. Но это дела государственной важности. А что увидеть на Иннопроме простым жителям Екатеринбурга? Я расскажу прямо сейчас. На практике «Умный город» – это система, которая состоит из нескольких блоков. Здесь у нас на стенде представлена ее визуализация. Одним из элементов этой системы можно назвать, например, знаки с переменной информацией, знаки с обратной связью или обратной связью с водителем, которые могут предупреждать водителя о каких-то препятствиях, о скорости движения и так далее. И действительно город может быть умным. Представляете, ночью вы решили перейти дорогу. А тут вам и знаки светятся, и светофор, и пешеходная дорожка. Веста будет запускаться в 2015 году, в сентябре. Она заменит модельный ряд приора. Жаль, что посидеть в красотке вести мне не разрешили, потому что макет, оказывается, делают из полиэфирной смолы. Так что будем ждать новый автомобиль уже на российских дорогах. Михалыч, третью давай! Оказывается, в начале прошлого века энергетики работали именно так. Если что, на стенде Россетей вы сможете увидеть даже годовой отсчет 44-го года от Свердловской Энерго. Ну и, конечно, Инопром-2015 просто не может обойтись без областного телевидения. Прямо в центре второго павильона стоит огромная двухэтажная студия ОТВ. Поэтому, если будете здесь, не проходите мимо. Побывать машинистом можно на Инопроме-2015. Наши партнеры из Китая представляют здесь вот такой интересный стенд. Зрелища, я вам скажу, потрясающе! Уйди с дороги! С дороги! Впечатлил тем, что в этом году здесь присутствуют наши китайские партнеры. То, что вот, вот это самое главное. Потому что в прошлом году здесь не было такого обилия китайской продукции. А у них довольно-таки очень интересно. То есть это и тяжелое машиностроение, и то есть это те же самолеты, вагоны. Сегодня или завтра отправляйтесь на Инопром-2015. Поверьте, здесь вы откроете для себя много нового и интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова